В прошлый раз я напоминаю, что мы определили по каждой поверхности S, которую мы определили комплекс кривых. Комплекс у кривых всё равно в поверхности проколы или компоненты границы. И вот на данном моменте мне удобно все проколы сделать компактными, вырезать маленькие кусочки вокруг. То есть я сейчас разрешаю компоненты границы и не разрешаю проколы, то есть S у меня компактная. Но результат будет для поверхности с проколами, потому что просто комплекс кривых, например, сфера с двумя ручками и с двумя проколами никак не отличается от комплекса кривых сфера с двумя ручками и с двумя компонентами края. И в прошлый раз я начал рассказывать, каким образом мы будем доказывать. Мы сейчас хотим доказать про этот комплекс связность. Теорема, которую мы доказываем, это что этот комплекс связен. Ну, значит, тут надо аккуратно сказать, если 3G плюс 5 больше или равно 5, то он связен. О, 3G плюс, стоп, что я написал? 3G плюс N больше или равно 5, то комплекс кривых сферы с G ручками и с N компонентами границы связен. То есть, ну, легко видно, что здесь конечное число исключений. То есть, исключение это сфера с не более чем четырьмя проколами, не более чем четырьмя компонентами границы. А во всех остальных случаях он не связен? Да, в остальных случаях на самом деле легко посмотреть руками и увидеть, что он не связен. Вот, значит, и, значит, я уже в прошлый раз говорил, что есть доказательства этой теоремы чисто такое более-менее комбинаторно-топологическое, ну, комбинаторное. То есть, нам надо что? Нам надо, что такое вершина этого комплекса? Вершина этого комплекса – это простая замкнутая кривая. Нам надо от одной простой замкнутой кривой дойти до другой по комплексу. Ну, у простых замкнутых кривых есть какое-то геометрическое число пересечений. Ну, давайте достаточно для двух простых замкнутых кривых найти третью простую замкнутую кривую, у которых с каждой из них число пересечений меньше, чем у них между собой. Ну и всё, и дальше по индукции. Но это не очень интересно, это там так вот можно повозиться и доказать. А я хочу рассказать доказательства, оно не то чтобы… Ну, я уже начал рассказывать, собственно, этого доказательства. Это приведено в обзоре в одном Николая Иванова, и оно в духе теории Морса, вернее, теории Морса-Серфа. Значит, я напоминаю, что у нас есть лемма, которая как бы обобщает теорию Морса на случай, когда у нас не одна функция, которую мы хотим аппроксимировать, а непрерывное семейство одномерной функции на поверхности. Значит, если у нас f от t, это непрерывное семейство гладких функций, вот, значит, ну где t пробегает отрезок какой-то, 0,1, например, то его можно аппроксимировать, я в прошлый раз аккуратно формулировал, значит, его можно аппроксимировать с любой точностью, и на самом деле с любым количеством производных можно аппроксимировать, с любой точностью, ну, с любым конечным количеством производных. Его можно аппроксимировать семейством, да, равномерно аппроксимировать, то есть мы аппроксимируем сразу для всех t, тоже непрерывным семейством функции gt со следующим свойством, что каждая из функций gt одного из трех типов. Значит, ну, первый тип это морсовская с попарно различными критическими значениями, морсовская с различными критическими значениями. Второй тип, морсовская, у которой ровно два критические значения одинаковые, совпадают. Морсовская с ровно двумя совпадающими критическими значениями. И третье, ну, я не буду писать прямо на доске, я напишу, собственно, самое главное, что функция в локальных, имеет одну особенность, которая в локальных координатах выглядит так. x куб плюс минус y квадрат плюс c. Вот, значит, вот такая особенность только одна разрешена, плюс разрешено сколько угодно морсовских особенностей, и все должны иметь попарно разные критические значения. Значит, все с попарно разными критическими значениями. Вот, ну, смысл я в прошлый раз уже говорил. Если у нас просто есть одна функция, мы ее можем всегда морсовской сделать, но если у нас семейство функций, если у нас функция как-то меняется, то могут две критические точки поменяться уровнями в процессе деформации, поэтому по порядку у нас обязательно должны возникать морсовские функции с совпадающими критическими значениями. Но уже тройных совпадений можно избежать. А третье, это стандартное... Из-за того, что это семейство однопараметрическое. Да, вот из-за того, что однопараметрическое семейство. Вот мы можем рассмотреть стандартное семейство такое, g от x. Значит, мы можем рассмотреть семейство, давайте, функции таких, εx плюс x куб плюс или минус y квадрат и плюс c. Вот такие функции. Если ε положительно, то у нее в окрестности нуля нет критических точек. А если отрицательно, то здесь две критические точки. То есть, при переходе через вот такую особенность происходит рождение и уничтожение паракритических точек. Ну и этого тоже нельзя избежать в семействах. В одной функции можно. Вот, лему мы доказывать не будем. Значит, я в прошлый раз сформулировал основную, собственно, лему, которую мы будем доказывать. Вот как это использовать. Да, я в прошлый раз пытался себе облегчить жизнь. Сказать, что давайте смотреть только замкнутую поверхность. Что-то мне хочется все-таки не только замкнутую поверхность смотреть. Поэтому давайте я скажу, как нам быть с компонентами края. Ну, потому что нам, несомненно, надо сказать, как у нас функции себя ведут на поверхности края. Потому что иначе это будет не совсем верно. Ну, иначе, например, еще одна неприятность, которая может произойти, это критическая точка достигла края. Такое вполне может быть, и такое нам неинтересно. Вот, значит, можно считать, вот, можно считать. Значит, это для случаев, когда есть край. Что мы рассматриваем только такие функции, которые на краю 0, все наши рассматриваемые функции на краю 0. Так? А вне края положительные. То есть, если мы нарисуем изобразивную функцию как функцию уровня, у нас здесь все идет, внизу живет край, а дальше по версии пошла как угодно. И вот мы всегда ограничимся только такими функциями, и тогда любое семейство таких функций можно аппроксимировать морсовскими функциями, с тем же условием, сохраняя то условие, что край у нас в нуле, и около края никаких у нас критических значений быть не должно. Да, ну, я вот это написал, и на самом деле имеется в виду, что и около края критических значений нет функции. Давайте я это аккуратно напишу. f не имеет, не критические значения, а критических точек, не имеет критических точек в некоторой окрестности края. То есть, это же всегда верно. Не, ну это не всегда верно. Вот если она выглядит так, как я нарисовал, то всегда верно. Ну, ну, у нее может вот здесь касательно быть горизонтальная, а потом пойдет вот так. Нет, но если у нас функция морсовская... Нет, у нас исходная функция, не морсовская. А, исходная какая? Вот мы будем только с такими функциями работать. И аппроксимировать их будем морсовскими или почти морсовскими, тоже вот с таким же свойством. Ну, если функция такая, то аппроксимировать можно тоже сохраняет свойства, это не очень сложно. Вот, так что вот с краем будем так поступать, например. А, на самом деле, значит, что это утверждение, там, слово в слово формулируется, и для без края просто дублем, сделав дублем. А, нет, без края нам не нужно ничего, без края проще, без края мы никакие условия не накладываем. Я имею в виду, что то, что написано здесь, следует из утверждений без края просто дублем. Нет, я сейчас сформулирую лему, которую мы хотим доказывать. А, вот само утверждение следует, конечно, более-менее дублем. Вот, так что, вот, а, собственно, вот теперь, теперь, собственно, содержательная лемма, которая, вот, основная идея тут такая в доказательстве, что если у нас есть поверхность, вот у нее, и у нее какая-то функция уровня, да, я здесь нарисую, так, и мы берем какой-нибудь линию уровня, то она, вообще говоря, не связанная. Она может состоять из нескольких компонентов, вот я тут желтенькую нарисовал. Но такое приятное наблюдение, что, во-первых, эти компоненты всегда простые, замкнутые, кривые. Во-вторых, они друг с другом не пересекаются. Вот, и, в-третьих, если мы взяли две разные линии уровня, то компоненты разных линий уровня тоже друг с другом не пересекаются. И, значит, вообще они с точки зрения комплекса кривых ведут себя замечательно. Так? Вот. Но, но, но теперь вот есть одно исключение. Не совсем замечательно себя ведут, потому что надо доказать содержательную лему, что какую бы мы ни взяли функцию, ну, только не Морсовскую, а вот функцию из одного из этих трех классов. Как бы мы ее не выбрали, у нее, дело в том, что не любая простая замкнутая кривая соответствует хоть чему-то в комплексе циклов. Вот, например, вот эта простая замкнутая кривая. В комплексе кривых. В комплексе кривых, извините, я говорю. В комплексе кривых. Вот эта простая замкнутая кривая в комплексе кривых ничему не соответствует, потому что она изотопно, она диск ограничивает. То есть, давайте поймем, какие у нас кривые простые замкнутые ничему не соответствуют. Те, которые ограничивают диск, и те, которые ограничивают кольцо. То есть, те, которые гомотоп на компоненте края. Вот. И вот содержательная лемма, собственно, на которой все доказательства и строится, она такая, что если наша вот эта вот поверхность, это не сфера с меньше либо равно чем четырьмя компонентами границы, и не Тор с меньше либо равно чем двумя компонентами границы, то, то, да, вот S такая поверхность, и пусть IG из S в R это любая функция из одного из вот этих трех семейств. Вот. Ну и хорошо себя ведущая на крае. Как все функции должны на край вести, я уже сказал. хорошо ведущая на край. Вот. Вот если же такая функция, то обязательно уже найдется хотя бы один, хотя бы одна поверхность уровня, так что хотя бы одна компонента будет представлять вершину в комплексе циклов. То есть, обязательно найдется такое, поверхность, такое значение, некритическое значение, и такое компонентно связанности, что у нас будет, значит, тогда найдется некритическое значение с и компонентно связанности альфа в, значит, ну, альфа компонента связанности в G-1 от С, в прообразе этого некритического значения, такие, что альфа гомотопически нетривиальные, и не изотопно в компоненте границы. Не изотопно в компоненте границы. Ну, то есть, она не ограничивает ни диск, ни кольцо. Вот. Давайте это докажем, а потом воспользуемся. Я просто сразу скажу, как бы, основная идея такая, что дальше мы найдем одну функцию, у которой будет, значит, нам хочется соединить две вершины в комплексе кривых каким-то путем. Мы, для каждой из них, можно найти функцию, которую, эта кривая возникнет в качестве одной из компонент какой-то поверхности уровня. Дальше эти функции соединим семейством. Это семейство полемии приблизим семейством функций наших. И у каждой функции будет хороший компонент. Вот такой, это нам даст путь. Это идея, я сейчас аккуратно все сделаю. Вот. Но сначала надо доказать вот эту лему. Значит, да, я одну вещь хочу сказать. Вот здесь есть такой хитрый случай Тора с двумя компонентами границы, когда теорема верна, то есть комплекс кривых связан, но это доказательство не проходит. Ну, его можно отдельно руками сделать. Значит, давайте доказательства. Доказательства устроены таким образом. Давайте возьмем какое-то критическое значение, которое и не, значит, пусть С0 это критическое значение, которое не максимум и не минимум. Не глобальный максимум и не глобальный минимум. Так? Которые не глобальный максимум и не глобальный минимум. глобальный вот я сейчас думаю, сейчас сейчас глобальный или не пожалуй именно не глобальный то есть найдется и такая что не локальный вот это немножко хитрее надо быть аккуратным если морсовская то конечно найдется потому что у нас не сфера у нас есть ограничение что а вот если она может сказать ровно двумя совпадающими критическими значениями то уже кто знает у него есть не 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 локальный минимум и не локальный максимум мы его возьмем окажется что на этом уровне еще один максимум или минимум он нам уже запрещен не очень не очень здесь приятно это анализировать поэтому по моему нам вот этого вполне хватит вот значит как выглядит сейчас или не хватит что-то я что-то я сам видимо немножко неаккуратно здесь подумал так у нас же интересуют компоненты связности про образа поэтому кажется нам не важно не важно что на одном уровне окажется еще один там локальный максимум лимит давайте попробуем доказать сейчас разберемся вот значит что у нас давайте посмотрим что у нас может быть на этом уровне так у нас на этом уровне могут возникать такие вещи у во первых у нас могут быть вот я смотрю конкретно на этот уровень да вот эта плоскость это этот уровень у нас могут быть просто не особой окружности потому что как какие-то компоненты начнут давайте здесь что что у нас вот у нас поверхность да я взял какую-то такую уровень я взял критически вот я специально нарисую вот здесь у нее сезон на этом уровне вот значит ну но тем не менее не критические компании не особые компоненты здесь вполне могут быть и таких может быть сколько угодно дальше что еще может быть еще может быть если вот у нас просто одно седло и если у нас ситуация когда у нас одна особая точка то у нас могут возникнуть вот такая так и и и таких может быть 2 и и таких может быть 2 так вот 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 значит неправильно сказал давай давайте делаем вот как мы возьмем мы возьмем все я понял понял как правильно выбрать мы возьмем пусть п это критическая точка которые не максимум и не минимум так такая точно есть у нас не может быть на нашей поверхности только максимум и не максимум и не минимум так я возьму в качестве я возьму в качестве я возьму в качестве критическое значение значит это есть две возможности либо это седло либо это особенность вот такого вида больше особенностях никаких не разрешено вот но есть первый вариант что это седло тогда возможно такая вещь значит возможно что просто у нас одно вот такое седло так но возможно что их два на этом уровне так значит а возможно еще а еще возможно что что 2 2 2 вот таких вот я здесь нарисовал может быть две вот такие точки которые локально выглядят так да но они могут быть на одной компоненте связанности или на разных если они на одной компании связанности то возникает вот такая вот фигура по логически так вот есть хороший вопрос есть хороший вопрос почему возникает именно такая фигура а не может ли возникнуть вот какой фигуры что у нас две вот такие вот две вот такие вот не может ли быть так что ну ладно одну мы можем соединить как угодно это может так расположить приходит ли это сюда или сюда это нам все равно но не может ли быть так что вот эта вот штука приходит сюда но у нас тогда не заклеится ну если мы отрежем по этому слою то у нас должны получиться вот так вот ну а на самом деле на самом деле мне все равно я честно сказать не хочу не хочу думать о том бывает это не бывает будем считать что бывает по-моему кстати бывает я что-то забыл продумать аккуратно бывает оно или нет потому что это на самом деле все равно все равно мне мне важно только что топологически это все равно вот такой вот букет трех окружностей мы можем чуть-чуть пошевелить нашу функцию разнесем эти две точки функция станет морсовской да посмотрим на клеточное разбиение эти эти две кривых все равно сохранятся правильно но не должны затягиваться дисками ну не дисками они должны кто будут задерживать они след как-то будут затягиваться клетками я что здесь противоречит здесь здесь бывают немножко менее дело в том что никто не просит чтобы это поверхность была вложенной это мы рисуем это как функцию высоты вообще-то никто не сказал что это функции высоты поверхности вложены в трехмерное пространство Поэтому здесь бывают некоторые вещи, которые контраинтуитивны. Неважно. Давайте еще поймем, а что если у нас вот такая вот. Если у нас такая особенность, то больше никаких особенностей на этом уровне нет. Но и мы уже в прошлый раз обсуждали, что тут компонента уровня является окружностью, но вот с такой вот особенностью типа кубической параболы сказки. Смотрите, какие в принципе у нас бывают случаи. У нас в принципе бывает на самом деле 4 случая. Вот что-то одно из этого у нас обязательно есть. Значит, бывает случай, когда у нас только одна вот такая восьмерка. Это первый случай. Бывает второй случай, когда у нас две восьмерки. Бывает третий случай, когда у нас... Ну, я вот так вот нарисую, меня интересует только гомотопический тип, поэтому оба вот эти вот, обе возможности находятся здесь. И бывает четвертый случай, когда у нас... Только вот такая особенность. Так? На самом деле, да, меня будет интересовать только гомотопический тип. Да, и в каждом из этих случаев плюс сколько угодно окружностей. Вот. Но в каждом из этих случаев бывает еще одна неприятность. Не в каждом, а вот в первом из этих случаев, в первом из этих случаев бывает еще одна неприятность, а именно, что у нас на этот же уровень залез максимум или минимум. Вот это мне хочется избежать. Значит, смотрите. То есть, что у нас бывает, что у нас на уровне вот так, и здесь седло, пошло дальше. Давайте я лучше сначала нарисую седло. Не умею это рисовать. Вот седло. Вот здесь эта поверхность уровня. И там проводит еще какую-то отдельную точку. А еще сюда, например, максимум. Вот. Ну, смотрите. Я хочу доказать сейчас лему для любой функции. Давайте я возьму и вот этот максимум, я функцию немножко исправлю. Я сделаю максимум чуть пониже. Это всегда можно сделать так, чтобы функция осталась в этих классах. Утверждение лему, если оно верно для новой функции, то оно будет верно и для старой. А если здесь минимум, то я его, наоборот, чуть подниму. Поэтому я могу абсолютно смело считать, что максимума и минимума на этом уровне нет. И этот трюк с изменением функции сейчас повторим еще раз. Вот. Теперь смотрите. Теперь я возьму... Теперь я возьму... Вот это у меня... Я описал, что происходит на критическом значении. Теперь, как обычно, в теории Морс, мы берем слой вокруг критического значения. То есть, я беру... Рассматриваю G в минус первый от такого отрезка, C0, интервал лучше, лучше открытого, C0 минус ε до C0 плюс ε, где вот этот интервал не содержит других критических значений. То есть, я беру достаточно короткие значения, чтобы он не содержал других критических значений. Вот. Ну, и... Простое утверждение, которое... Что пока у нас нет новых критических значений, у нас гомотопический тип вот этого вот не меняется. Ну, а еще точнее, что вот это вот... Вот этот вот прообраз деформационно ретрагируется на, собственно, прообраз самого C0. Вот. Вот. Давайте я вот... Сейчас все-таки... Очень зря я стер. Давайте я вот здесь слева нарисую все-таки хорошую картинку, потому что без нее как-то грустно. давайте я постараюсь нарисовать картинку такую посодержательней. У нас поверхность с двумя ручками, да? Ну, и сейчас еще как-нибудь. Вот так, например, да? И вот у нас критическое значение. Вот, чтобы мы видели действительно вот это вот... То есть у нас попали на один уровень вот эти две критические точки. То есть мы видим вот эту вот такую длинную восьмерку из трех двеньев. Ну и вот здесь попало некритическое. Вот. Ну вот если мы теперь возьмем и окружим все это маленькой окрестностью внизу и вверху. Давайте. Внизу и вверху. то вот этот вот слой между красным и зеленым будет деформационно ретроагироваться на желтый уровень. Вот. Замечательно. А теперь... А теперь я посмотрю на красный и на зеленый... как они называются? Кривые. Линии уровня, да. Ну то есть... Значит, я беру... Ну да, да. Пусть у нас даже... Даже вот я все-таки вот здесь поставлю квадратные скобки. Пусть у нас даже... Когда мы епсилон достигли, у нас тоже еще нет критических значений. Но если есть, то мы всегда можем уменьшить епсилон. Вот. Значит, я теперь смотрю... Значит, смотрю на... На компоненты... На компоненты... Какие? Прообраз... Вот. С0-минус епсилон. И... Прообразы С0-плюс епсилон. На красный и на зеленый. Если хоть одна из них гомотопически нетривиальная и негомотопная, и неизотопная этой самой компоненте границы, то ура, то мы нашли линию уровня, которую... Предположим, значит, нас интересует плохой случай. Значит, пусть все они... Пусть все они ограничивают в исходной поверхности либо диск... Ну, все они, то есть, каждая из них... Каждая из них... Из них ограничивают в исходной поверхности либо... Ограничивает в исходной поверхности либо диск, либо кольцо. кольцо. Вот. А тогда, тогда возможно два варианта. Смотрите. Вот я его сейчас покажу. Вот у меня как раз один вариант, от которого хочется избавиться. Значит, смотрите, если у меня какая-то кривая ограничивает диск, да, то этот диск к ней с какой-то стороны подходит. Да? Вот я хочу сказать, что хорошо бы, чтобы все вот эти диски и кольца подходили к зеленым кривым сверху, а к красным снизу. Хорошо бы, в каком случае... Поэтому давайте сначала поборемся с противоположным. Так? То есть, пусть у меня есть кривая, которая ограничивает диск или кольцо не с той стороны. Так? Значит, не с той стороны это значит... Не с той стороны это значение. Да, вот я для кривых, которые чуть выше критического уровня, хотел бы, чтобы ограничивающие кольца или диски находились сверху от них. Ну, чтобы имелось в виду, что они локально к ним сверху подходят. Как? Подождите, почему? Если у нас диск... Вот смотрите, вот конкретный пример. У меня здесь зеленая кривая ограничивает диск, который подходит к ней снизу. Вот я хочу сейчас побороться с таким. Так? Значит, я говорю, что пусть существует компонента вот давайте верхнего уровня, то есть g в минус 1 от c0 плюс эпсилон, так? К которой ее диск там или кольцо подходит снизу, к которой ее диск либо кольцо подходит подходит снизу. сейчас у меня возникнут проблемы. Я их как-то буду решать хитрым образом. Так, 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 да, мне это... Да, сейчас, ладно. Вот, значит, что тогда хочется сделать? Давайте, я, к сожалению, с одним случаем умею бороться, а с другим немножко сложнее. давайте сначала предположим, что к ней диск подходит снизу. Если к ней диск подходит снизу, то я сделаю очень простую вещь. Я на этом диске, на этом диске, да, причем, причем, смотрите, вот, если диск подходит снизу, не обязательно, что картинка именно такая. Сейчас у нас на этом диске нет никаких критических значений, кроме минимума. Ну, возможно, во-первых, здесь куча критических значений, а во-вторых, вполне возможно, что вот это не компоненты, которые без критических значений, а возможно, это вот такая компонента. Так тоже может быть. так что совершенно не хочу ничего сказать про то, как это все устроено. Вот. но хочется сделать сейчас вытащим этот диск выше, желтого уровня. вот хочется, если у нас диск, мы спокойно возьмем и заменим функцию, просто совсем заменим, не будем деформировать ту функцию, а заменим на функцию, которая здесь имеет единственный минимум, который расположен выше желтого уровня. и мы получим новую функцию, которая... сейчас, что-то я не с тем мучаюсь, я... извините, что-то... так... нет, это не то, что нас интересует, извините. Вот в чем дело. все, еще раз собрались, и теперь делаю аккуратно. Значит, вот эту вот картинку очень хорошая, очень хорошая, но нас не интересует. Смотрите, нас интересуют только те компоненты, которые примыкают к к особым вот этим вот у нас есть особые компоненты прообраза. Они особые нас не заботят, на они особые мы не смотрим. Ну вот, вот, давайте это как бы альтернативно, у нас не могло бы случиться и такого, и такого, но вот в принципе здесь могла бы быть вот эта особенность, так? И вот тогда мы на это бы посмотрели, так? и вот тогда мы бы нашу функцию действительно исправили, и исправили бы ее независимо от того, диск там или кольцо. Мы бы ее исправили каким образом? Значит, смотрите, я хочу у этой функции просто уменьшить количество критических значений, То есть, предположим, у нас есть вот такая вот ситуация. У нас есть особый прообраз, так? У которого я взял рядышком, чуть поднялся, чуть... То есть, давайте я скажу так, что мы вот смотрим на компоненты, которые рядом с особыми компонентами слоя. А на те, которые не особые, мы не смотрим вообще. Вот. И вот, допустим, сейчас нам левую часть рисунка не смотрим. Вот, допустим, у нас нашлась компонента рядом с особой компонентой слоя, которая затягивается диском либо кольцом снизу. А раз снизу, значит, наша особая компонента желтая в этом диске лежит. Так? И вот тогда я на этом диске, значит, то есть, у нас не обязательно именно так устроены желтые компоненты. Здесь, в принципе, могло быть, что это вот, смотрите, может быть, какая-то, ну, это труднее нарисовать, я даже не уверен, что такой случай бывает, но, в принципе, меня сейчас не интересует, какая именно эта компонента. Меня сейчас интересует, что получилась вот такая вот ситуация. У нас есть зеленая компонента, которая расположена выше ее, и она либо диском, либо кольцом затягивается, и это кольцо или диск содержит нашу особую желтую компоненту. Так? Вот. Но обязательно на этом диске или кольце есть еще хотя бы одна особая точка, критическая точка. Правильно? Потому что должен быть просто минимум, например. Вот. Теперь смотрите, я этот диск беру и исправляю. я функцию меняю. Значит, функция меняется таким образом. Если это был диск, то я ее меняю вот так, чтобы на этом диске у нас он не доставал до желтого уровня и имел единственную особую точку. Смотрите, мы у функции, мы поверхность топологически не изменили. Так? Потому что мы вместо диска вклеили снова диск. у функции мы точно уменьшили количество критических точек. Почему? Потому что было их на этом диске по крайней мере две, по крайней мере одна на нашем особым слое и по крайней мере один минимум. Стало ровно одна. Значит, мы точно уменьшили количество особых точек. Значит, по индукции мы можем предполагать, что для новой функции лемма доказана. Мы ведем индукцию по количеству особых точек. Если для новой функции лемма доказано то есть найдется у какого-то у какой-то поверхностью у какой-то линии уровня найдется компонент связанности которая нетривиальная то она никак не может быть на этом новом диске значит она где-то на старом значит значит она годилась и раньше вот так что индукционный переход работает да а если а если у нас это не диск а это кольцо и она соответственно уходит вниз то-то мы просто заменим на такое прямое кольцо которые тоже вниз уходит так а где а есть еще один вот вот я я понял наверно верно надо было формулировать аккуратнее лему значит что я сейчас скажу как давайте скажу какой случай плохой а потом уточню в лему и он перестанет быть плохим вернее я не то что лема то верная я просто как обычно по индукции надо доказывать чуть более общее утверждение тогда не возникает проблем дело в том что хорошо мы поборолись с зелеными компонентами уровня так который ограничивают диск вниз так но я аналогично это первый случай так а второй случай в этом случае мы нам удалось сделать индукционный переход а второй случай пусть существует компонента нижнего уровня так которая ограничивающая диск или кольцо который к ней подходит сверху значит который не подходит сверху может в том-то и плохо почему же она не может вот давайте опять локальное что-то рисую да и опять же это штука которая рядом с особой так ну пошло ну вот так там еще какие-то особые точки здесь произошли и ограничила кольцо вот если она ограничивает диск то боремся точно точно также а если ограничиваем кольцо то мы не можем побороться точно также если мы попытаемся кольцо на прямое кольцо заменить то у нас не получится вот но все очень просто вот когда я говорю что хорошо ведущие себя на крае давайте мы разрешим чуть чуть больше мы разрешим вот что что у нас вся функция принимает значение от нуля до какого-нибудь от большого у нас некоторые компоненты внизу и около них возрастают некоторые компоненты края а некоторые компоненты края вверху и около них бывает а вся функция посерединке вот разрешаем вот такое поведение на крае и тогда спокойно вот тогда у нас вверх и низ перестают различаться если это она ограничивает кольцо то мы заменяем функцию так чтобы на этом кольце она стала она просто стал прямым кольцем так вот значит смотрите что что получилось получилось что если у нас произошел один из вот этих двух случаев то есть функция ограничивает то есть кривая рядом с желтой компонентой ограничивает диск или кольцо не с той стороны с какой вот и естественно то есть верхняя снизу или нижняя сверху то мы можем так изменить функцию чтобы у нас у нее уменьшилось число критических точек и чтобы лима для новой функции следовалось лима лима для старых функций следовалось где мы для новой функции поэтому мы можем считать что ни одного из вот этих вот безобразие у нас не произошло так вот а тогда ситуация такая тогда ситуация такая вот на самом деле зря нарисовал такую вот картинку я лучше лучше нарисую картинку вот именно локальная локальная картинка такая вот у нас есть особый уровень и вот у нас есть близкие к нему не особые уровни например вот так вот вот это такое я вот это я нарисовал вот этот вот прообраз отрезка же минус 1 он совершенно не обязан вкладываться в плоскость но это какое-то двумерное многообразие с краем правильно то что кусок нашей поверхности двумерное многообразие с краем край делится на зеленые части и на розовые части зеленые то что выше розовое то что ниже вот и теперь мы знаем теперь мы знаем что у нас на этой картинке где но это не это не весь прообраз это тот кто там еще есть какие-то еще еще дополнительно у нас есть вот такие вот цилиндрики которые отвечают не особо . так у нас двумя особыми точками висела висела сверху 2 окружности снизу 2 окружности а это немножко другая как я берешь это не будет вкладываться в плоскость поэтому и неудобно рисовать вернее она будет на ночь грим будет в плоскость давайте не буду рисовать вот это другая картинка вот и вот ну а теперь что у нас получается получается что к каждой смотрите каждый зеленый компоненте она должна ограничивать диск либо кольцо да ну и причем этот диск должен примыкать вот вот как бы она у нас уже есть двумерное многообразие вот он должен по отношению к этому двумерному многообразию с наружной стороны примыкать сверху вот значит каждое зеленое заклеивается либо диском либо кольцом и каждая розовая наоборот тоже заклеивать я сейчас я сейчас не хочу сказать на этих дисках пожалуйста тоже может она сколько-то раз при пересекать эту желтую штуку еще что-то вот так еще одно бывает безобразие еще одно бывает безобразие а именно да и давайте я сначала закончу доказательства потом скажу какой на самом деле тонкости от упустил так лучше будет а то непонятно к чему я веду вот значит ну что у нас получается что вся наша поверхность получается приклеиванием дисков вот да да давайте посмотрим аккуратно на самом деле тут надо аккуратно посмотреть тут вариантов на самом деле очень много не вкладывающих плоскость их разбирать не хочется поэтому проще посмотреть на элеру характеристику значит элеру характеристика у нас какая вот этих вот штук а то она селеки характеристика здесь минус 1 здесь минус 2 здесь минус 2 здесь то есть самая маленькая какая она бывает это минус 2 теперь давайте посмотрим а что у нас происходит когда мы склеиваем диск либо значит что такое что происходит когда мы вклеиваем диск или если вклеиваем диск то увеличивается на единицу а если кольцо то получается что не изменяется гомотопически не меняем вот но теперь в общем отсюда во первых следует что электристика нашей поверхности больше либо равна чем минус 2 заведомо вот ну а теперь давайте посмотрим значит есть ли у нас сфера вот первые случаи которые нас интересуют сфера с пятью компонентами границы это как раз уже уже минус 3 вот осталось сфера с двумя ручками но сфера с двумя ручками рассуждение очень простое если у нас сфера с двумя ручками она замкнута и мы хотя бы один раз должны были вклеивать диск мы не могли все время вклеивать мы вообще честно говоря ни разу кольцо не могли вклеивать мы все время должны были вклеивать диск и у нас хотя бы один раз на плюс один на самом деле хотя бы один диск сверху хотя бы один диск снизу так так что никак не может такого быть вот Значит, где я тут обманул, на самом деле я обманул вот в каком месте. Смотрите, у нас есть вот такой вот случай, когда у нас та штука про образ, который мы берем, не связана. И здесь возникает такая неприятность. Вот, допустим, у нас здесь вот это вот, например, вот здесь рядышком какая-то зеленая компонента края, да, и, допустим, она закрывается диском, который к ней сверху примыкает, да, а этот диск содержит вот эту. Такого вообще не бывает, но как-то это не очень приятно доказывать, что такого не бывает. То есть, когда у нас картинка не просто вот так, что диски независимо приклеиваются, а когда одна лежит в диске от другой. Вот это неприятный случай. На самом деле этот случай надо было ликвидировать с самого начала, я забыл про это сказать. Дело в том, что если у нас, смотрите, если у нас есть два седла, которые друг с другом вот так не связаны, то никто нам не мешал с самого начала функцию чуть-чуть пошевелить и сделать, чтобы эти седла были на разных уровнях. И тогда, опять же, если для новой функции... А, нет, нет, так не получится. Вру. Нет, извините, если для новой функции найдется этот, то он может оказаться между ними и... Неправильно я сказал. Если этот диск, заклеивающий зеленую, содержит вот эту вот, вторую, то все равно этот диск можно упростить, можно на нем заменить. Еще один. На самом деле, правильно было формулировать плохой случай, в котором мы собираемся делать индукцию так. Значит, если мы рассматриваем не особые слои, не особые компоненты связности, но они все не особые компоненты связности, множеств g в минус первое, c 0 плюс минус эпсилон, так, близкие к особым, близкие к особым слоям, g в минус первое, c 0, так. И предполагаем, что, значит, пусть у нас вот такой вот, вот эта вот компонента, например, гамма, это слой, например, g плюс, и мы знаем, что она затягивается диском или кольцом, опять забыл слово. Значит, пусть диск, либо кольцо, затягивающий гамма, содержит в себе один из особых слоев g в минус первое, c 0. Неважно, мы раньше рассматривали случай, когда у нас диск приклеивается с этой стороны, то есть он содержит этот же особый слой. Пусть он хоть какой-нибудь из особых слоев, ну, собственно, их может быть максимум два. Если он второй особый слой содержит, то точно так же. Значит, содержит в себе один из особых слоев g в минус первое, c 0. Следовательно, следовательно, в этом диске хотя бы две особых точки, хотя бы две критических точки, потому что еще должен быть минимум или максимум. Следовательно, в этом диске хотя бы две критических точки. Следовательно, можем исправить функцию на этом диске и сделать индукцию. Следовательно, можем исправить функцию на диске или кольце, на диске либо кольце и получить индукцию. Надо было вот так вот говорить. Надо было говорить не про то, с какой стороны оно примыкает, а надо было говорить про то, что оно не может содержать никакой особый уровень. А раз вот он не может содержать не особый уровень, значит, он просто, эти все диски независимо приклеиваются, и получается уже поверхность, у которой мы можем оценить целевую штиристику. Так, все, я прошу прощения. Значит, лему мы доказали, что-то, как всегда, запутался. Давайте сделаем перерыв. Вот функции из наших трех семейств бывает, что обязательно есть компоненты линии уровня, которые соответствуют вершине в комплексе кривых, которые не стягиваются в точку и не стягиваются на компоненту края. Значит, теперь докажем, собственно, теорему, что при тех условиях, которые я уже писал, и не буду снова писать, вот этот комплекс связи, комплекс циклов. Вот, значит, доказывать будем так. Ну, во-первых, если у нас есть любая простая замкнутая кривая, любая простая замкнутая кривая, вот, скажем, вот такая, то всегда очень легко найти функцию, у которой это компоненты связности не критического уровня. Ну, понятно, мы берем маленькую окрестность этой кривой, цилиндрическую, и на этом цилиндрическую окрестность и функцию у нас растет, там, от c минус epsilon до c плюс epsilon. Так что никаких здесь особых точек нет. Ну, обычной функции на цилиндре. А дальше продолжаем как угодно. Гладко. Ну, и можно, если хотим, приблизить морсовской, чтобы у нее не было критических значений на уровне c, это все не проблема. То есть мы спокойно можем построить такую функцию, что у нас это компонента одной из линий уровня. Вот, ну, теперь отлично. Теперь у нас есть две вершины. Вершина альфа в комплексе циклов, ну, то есть вершина, соответствующая классу изотопии кривой альфа, и вершина бета в комплексе циклов. Кривые альфа и бета как-то очень сложно могут пересекаться. Но, тем не менее, для функции альфа найдется, для кривой альфа найдется функция f0, у которой альфа одна из компонент уровня некритический. Значит, альфа одна из компонент связности, связности прообраза некритического значения. Вот, для функции f0. А по бета мы строим функцию f1. Ну, то же самое, что бета для нее одна из компонентов связности прообраза некритического значения. Теперь, пространство гладких функций на поверхности, оно, вообще говоря, стягиваемо. Так? Ну, это векторное пространство. Значит, это совсем хорошо, если у нас нету компонент границы. Если у нас компоненты границы, у нас, конечно, не векторное пространство, потому что мы хотим функции, у которых хорошо себя ведут на крае. Но вот здесь нам никто не мешал, для доказательства леммы мы брали, что у нас край может и вверх, и вниз смотреть. А сейчас нам никто не мешает, если у нас есть компоненты края, сделать так, чтобы они все смотрели вниз. Ну, мы сами строим функции f0 и f1. И если мы смотрим все функции гладкие вот с такими условиями, ну, это не вектор, но это там афинное пространство. И оно тоже стягиваемое. Так? Поэтому f0, значит, f0 с f1 можно соединить соединить семейством просто любых каких-то гладких функций. функций f0, хорошо ведущих себя на крае. Ведущих на крае. Вот. А дальше мы пользуемся леммой серфа, которая говорит, с которой я сегодня начинал. Дальше мы это семейство и это семейство аппроксимируем семейством gt гладких функций, которые, опять же, хорошо себя ведут на крае, и которые принадлежат классам 1-3. Ну, я уже не буду в очередной раз повторять, как эти классы устроены. Имеют такие только простейшие неморсовские особенности. Вот. Смотрите, так как функция g0 аппроксимирует f0, и g1 аппроксимирует f1, то мы тоже самое можем сказать, что функция g0 очень недалеко ушла от f0, и у нее не появилось особенности внутри этого цилиндра. Так? Значит, у нее по-прежнему альфа одна из компонентов, ну, кривая изотопная альфа является одной из компонентов. То есть, вот это свойство сохранилось для g0, а это и то же самое свойство для бета сохранилось для g1. Вот. Ну, теперь смотрите внимательно. Берем любое t из отрезка 0,1 и смотрим функцию gt. Так? Смотрим функцию gt, и тогда по лемме, которую мы сегодня доказали в первой половине, для gt существует какая-то простая замкнутая кривая гамма, которая, во-первых, не ограничивает ни диск, и не... значит, существует гамма. Лемма простая замкнутая кривая, не ограничивающая ни диск, ни кольцо. Так? И при этом, что она компонента связности прообраза некритического значения ujt. Ну, собственно, наша лемма была в том, что среди компонент связности кривых уровней найдется простая замкнутая кривая, не ограничивающая ни диск, ни кольцо. Не, не, прообраз не критического значения, а мы, собственно, смотрели те, которые... Мы смотрели не критическое, мы смотрели рядышком с критическим. Значит, простая замкнутая кривая, не ограничивающая ни диск, ни кольцо, и при этом она компонента связности прообраза gt в минус первое от c, где c не критическое для gt. Так? Правильно. Это мы просто воспользуемся. Ну, а теперь простое замечание. Если мы чуть-чуть возмущаем функцию gt, то свойство того, что у него гамма, компонента уровня, конечно, нарушается, компонента линии уровня, но у него всегда будет компонента линии уровня изотопная гамма. Так как гамма не критический уровень, то когда мы чуть-чуть функцию возмущаем, у него компонента уровня сдвигается, но остается изотопная гамма при маленьких возмущениях. Значит, следовательно, существует такое эпсилон, что давайте вот это вот я рассмотрел сначала какой-то t0 из отрезка 0,1. Вот для gt0 мы построили такую гамму, а теперь я говорю, что та же самая гамма подходит и для близких t. Существует эпсилон такое, что для t из от t0 минус эпсилон дт0 плюс эпсилон функция gt имеет компоненту связности линии уровня изотопную гамму, представляющую ту же вершину в комплексе кривых. Ну, теперь что мы имеем? Значит, вот этот вот интервал давайте обозначим ut0, а дальше стандартное рассуждение, что у нас так как отрезок компактен, у нас для каждой точки t0 такой вот интервал ut0. Эпсилон может как-то как угодно зависеть от точки t0. Так? Вот. Но так как отрезок компактен среди интервалов ut0 можно выбрать конечное число покрывающих его. Можно выбрать конечное число покрывающих, которые все вместе покрывают отрезок. Вот. Ну, а теперь смотрите, вот у нас отрезок вот он покрыт конечным числом интервалов. Так? Да, ну, я всегда крайний интервал возьму не абы какую гамму здесь, может быть, для t0 равного нуля, может быть, найдется какая-то другая гамма, которая тоже, но я возьму именно альфу для нее. Так? Значит, в качестве гаммы. Вот здесь вот у нас кривая альфа. Здесь на следующем отрезке, ну, отрезки... Что я делаю? Ну, я, конечно, давайте я в детали не буду лезть, на самом деле из любого покрытия отрезка можно выбрать именно вот такое. Можно просто повыкидывать лишнее, мы всегда получим вот такую картинку. Вот. Ну, вот здесь всегда альфа 0, здесь подходит какая-то кривая гамма 1. То есть, любая, вот по КТ вот здесь, внутри второго отрезка у нас имеется компонента связности линии уровня изотопной гамма 1. Дальше гамма 2, дальше гамма 3 и так далее, доходим до бета. теперь смотрите, вот гамма 1 и гамма 1 и альфа 0 и альфа бывают вместе компонентами линии уровня. То есть, компонент связности совпадает до самого конца. В смысле, она у нас переходит не только вся кривая, но и компонент связности конкретный. Поэтому, у нас у меня компонента альфа придет. Нет, она никак к ней не придет. Смотрите, альфа и гамма 1 могут быть никак не связаны совершенно. у нас у функции представьте себе даже морсовскую функцию или чуть-чуть не морсовскую, у нее может быть очень много линии уровня и там совершенно разные кривые. То есть, гамма 1 с альфа никак не связаны. Но они вместе бывают линию уровня. Значит, вершина альфа комплекса кривых с вершиной гамма 1 соединена ребром. Потому что они вместе бывают линиями уровня, значит, они не пересекаются. Либо соединена ребром, либо гамма 1 изотоп на альфа. Тут два варианта. Ну и дальше гамма 1 точно так же соединена с гамма 2. И вот мы, собственно, и видим путь, который ведет от альфа до бета. Вот. Хорошо. Значит, теорему доказали, что комплекс кривых связен. Вот. На самом деле, давайте я приведу несколько фактов просто о комплексах кривых, чтобы было понятно, что на самом деле здесь верно гораздо больше. и даже вот такими методами можно доказывать гораздо больше. В принципе, если мы пытаемся ну, как вот, если мы попытаемся дальше проанализировать, а является ли комплекс односвязным и так далее, то нам захочется работать не с однопараметрическими семействами функций, а с двухпараметрическими, с трехпараметрическими и так далее. Там наступает некоторое безобразие с точки зрения теории особенностей, потому что там вот для однопараметрических все хорошо, у нас конечное число типов возможных особенностей. Там дальше, начиная с некоторого места, это известный феномен в теории особенностей, появляются модули типов особенностей становится бесконечно много, конституально много. И это, но на самом деле там все равно можно некоторым образом ограничивать нам не важно конечное или бесконечное, нам важно, что мы их как бы в некотором смысле можем ограничивать сложность особенностей. То есть, таким... с какой точки зрения сложность? Нет, ну вот у нас есть морсовская, у нас есть следующая по сложности х квадрат плюс игрикуб, там следующая еще как-то, но тем не менее вот как-то можно. циклическая точек, которые склеиваются. Это самое простое, когда у нас несколько морсовских, это самое простое, но у нас может быть не несколько морсовских, а может вот особенность в одной точке. я имею в виду, что они в одной, что не только значения, но и точки склеиваются. Ну, более-менее, да. Ну, в общем, можно вот таким образом доказывать. Есть и другие способы анализировать этот комплект циклов, то есть, здесь большая наука, я уже здесь доказатель никаких приводить не буду, а утверждение приведу. Значит, утверждение, что самая лучшая теорема, которая есть, давайте сразу. Самая лучшая теорема Харрера. Вот, хотя хотел сказать, какого года, но забыл посмотреть, не помню. Значит, просто можно описать демотопический тип комплекса циклов. Отверждение такое, значит, что комплекс циклов, так, по-моему, это верно для, ну, это вот верно в том случае, когда он связен, то есть, в случае, когда он не связанный, нас сейчас не интересует. при том же самом условии, 3G плюс N больше, равно 5. Вот, значит, комплекс циклов гомотопический эквивалентен букет у бесконечного числа сфер, но все эти сферы одной и той же размерности. Букет у бесконечного числа сфер. Значит, а размерность такой. Размерности 2G минус 2 для связанной поверхности. Ой, не для связанной, а для поверхности без края, прошу прощения, для поверхности без края. И 2G плюс N минус 3 для поверхности для SGN, где N хотя бы единичка. То есть, если сюда подставить 0, то получится неправильная формула. Вот. Все. Такое утверждение. То есть, уариск будет проникнуть, на самом деле, гомотопический баланс. Что? Мы проникнем. Не, мы проникнем гомотопический очень много знаем, потому что, на самом деле, самое главное в этой теореме, самое главное в этой теореме, следующее, что этот комплекс 2G минус 3 связанный в этом случае и 2G плюс N минус 4 связанный в этом случае. Он очень высокосвязный. Вот это самое главное. На самом деле, грубо говоря, так, когда группа действует на комплексе, а у комплекса какая-то нетривиальная топология, то как у комплекса устроены какие-то высшие гомотопические группы, нам все равно, если они есть, это нам заведомо какую-то сложность существенную даст. А вот если у комплекса сколько-то первых гомотопических групп тривиальны, то это сразу нам о группе говорит очень много. Поэтому это очень хорошая теорема. Нет, ну вообще, а что еще можно о нем сказать? Если вы пишете слово «сфера», то есть больше это требует больше того места. Да, нет, понятно, что, конечно, гомотопические группы этого комплекса мы отсюда узнать не можем, потому что гомотопические группы сферы и так далее, а у бутетов тем более. Ну и еще просто одну такую любопытную штуку укажу, что на самом деле, если доказывать теорему не так, как я рассказывал, а комбинаторно, то там возникает индукция по геометрическому числу. пересечений кривых. И на самом деле, если аккуратно это все дело провести, то можно доказать вот такой вот результат. Можно поставить такой вопрос. Хорошо он связанный, а вот мне дали две вершинки комплекса. Какое между ними расстояние? Ну, расстояние, если мы считаем длину каждого ребра, равное единичке, то есть в такой естественной метрике. Оказывается, можно дать очень красивую оценку. Это я тоже доказывать не буду. Утверждение, что это расстояние не превосходит, чем растет логарифмически относительно геометрического числа пересечений. Сограничено. Но это не так удивительно. Грубо говоря, вот мы за один шаг можем найти кривую, которая примерно двое меньше пересечений с альфа и с бета. Примерно. Я не буду говорить, что это прямо так. Хорошо. Вот такое утверждение. Это в каком-то смысле точная оценка? Ну, точная, если целую часть снизу возьмем, то точная оценка? Слушайте, это правильный порядок роста. Является ли она точной вот именно с этими константами, я не знаю. Ну да, вот логарифм поставили два, просто очень легко подъявить. Вот. Ну, вот, собственно, следующая теорема, которую хочется доказать. Она такая, что если нас интересует, мы ее сегодня не успеем доказать, но мы сегодня начнем доказывать, собственно, изучая действия группы классов отображений на комплексе кривых. Теорема такая, что если мы берем группу классов отображений замкнутой поверхности, то она порождается твистами Дэна, скручиваниями Дэна вдоль несепарирующих кривых. Ну, можно сказать, что она всеми твистами Дэна, но у нас все равно автоматически получится вдоль несепарирующих кривых. порождается скручиваниями скручиваниями Дэна вдоль несепарирующих кривых. на самом деле хочется доказывать эту теорему по индукции. Доказывая ее по индукции, хочется изучать действия групп классов отображений на комплексе кривых и, грубо говоря, чем комплекс кривых хорош? Тем, что, когда мы возьмем стабилизатор вершины в группе классов отображений, у нас кривая на месте, и мы по ней можем разрезать и получим поверхность меньшего рода. Но мы получим поверхность меньшего рода зато с проколами. Ну, или с компонентами границы, это как там можно так смотреть, можно эдак на это смотреть. Вот. Поэтому, когда мы введем индукцию, ввести индукцию в чистое утверждение про группу классов отображений замкнутой поверхности не получается. Надо сформулировать утверждение для поверхности с проколами, и тогда уже ввести индукцию по роду, а в случае каждого рода по количеству проколов. Значит, поэтому смотрите, давайте рассмотрим. Вот теперь мне удобно, для доказательства лемы, мне было удобно брать поверхности с компонентами границы, а теперь я рассмотрю поверхность без компонент границы, но с проколами. Вот это очень часто удобно. То так, то так. Вот. Давайте, значит, пусть S, G, N это поверхность рода G, S, N проколами, в данном случае без компонент границы. Хотя, в общем-то, можно все это доказательство, это вопрос вкуса в каком-то смысле, можно его изложить наоборот, разрешая компоненты границы, но не разрешая проколы, а можно разрешать и то, и другое, тогда немножко возиться больше. То есть, это как бы, вот мне как-то привычнее так, и давайте я так и буду. Вот. Ну вот, смотрите, если у нас поверхность рода G с N проколами, то заведомо всю группу классов отображений мы с скручиванием ДЭНа не породим. Почему? Потому что скручивание ДЭНа никак не могут переставлять прокол между собой. Поэтому, ну, я не знаю, как правильно называть по-русски, как бы по-английски называется Pure Mapping Class Group, по-русски, когда это то же употребление слова Pure, как в Pure Braids, то есть, на русский там переводится крашеные косы, поэтому здесь, в общем, непонятно, как надо, чистая группа классов отображений или крашеная группа классов отображений. Ну, в общем, смысл такой, что это просто подгруппа во всей группе классов отображений, которые оставляют на месте каждый из проколов. На месте каждый из проколов. Вот. Значит, 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 да, и вот, значит, собственно, теорема, теорема такая, что вот эта вот чистая или крашеная группа классов отображений тоже порождается скручение Дена вдоль несепарирующих кривых. Порождается скручение Дена вдоль несепарирующих кривых. кривых. Вот. Ну, и вот эту вот теорему мы будем доказывать индукцией по роду, а внутри каждого рода индукции по количеству проколов. я думаю, я думаю, что сегодня мы успеем разобрать внутреннюю индукцию, как уменьшать число проколов. Оно пока комплекса циклов не будет использовать. Комплекс циклов нужен для индукции по роду. мы сейчас сведем вот эту теорему к первой теореме для того же G. А потом теорему для теорему, значит, теорема 2 сводится к теореме 1 для того же G, а потом теорема 1 сведется к теореме 2 для меньшего G уже с использованием комплекса циклов и его связанности. Сейчас давайте начнем с того, что разберемся с индукцией по компонентам границы. Здесь возникает такой вопрос. Вот смотрите. У нас есть поверхность, на которой сколько-то проколов, n проколов. Поверхность рода G с n проколами. А есть поверхность, давайте я не буду ее заново рисовать, я возьму и еще один прокол другого цвета поставлю. И возникла у меня поверхность рода G с n плюс одним проколом. Ну, давайте мне неохота все время писать вот так вот S, G, N, S, G, N плюс один. Давайте я вот это обозначу через S, а вот это обозначу через Q. и естественный вопрос возникает, как связаны группы классов отображений, но мы конкретно будем про чистые группы классов отображений, этих двух поверхностей. Ну, понятно, что между ними есть гомоморфизм. А именно, если у нас есть дефиоморфизм поверхности, который оставляет на месте белые проколы и оранжевый прокол, то мы можем забыть про то, что он оставляет на месте оранжевый прокол и рассмотреть его просто как дефиоморфизм, оставляющий на месте белые проколы. И поэтому естественно у нас возникает отображение из поверхности больше проколов у поверхности Q в чистую группу классов отображений поверхности S. Так? Чистую? То есть мы хотим в том отображать? Я все хочу в том я хочу рассматривать P-мод просто означает, что каждый класс каждый из этих вот не будет я сейчас про чистый на самом деле у этой я сейчас напишу некоторую точную последовательность которая называется точной последовательностью Бирман вот у нее есть аналог для мод я может быть его скажу но сейчас пока давайте вот так у у нас все ну понятно как устроен вот ну теперь простое рассуждение если у нас есть какой-то дифиаморфизм поверхности S который оставляет на месте эти проколы но он оранжевый прокол прокол можно считать что-то просто здесь удобнее сейчас думать про прокол как про нарисованную точку чем про прокол точку значит он этот вот прокол куда-то переводит так ну понятно что мы можем взять и придумать такой дифиаморфизм поверхности который бы все белые оставляли на месте да даже не дифиаморфизм а просто изотопию поет дифиаморфизм изотопный тождественного который желтую передачу куда угодно вдаль любой кривой да что что из этого следует а из этого следует что отображение является эпиморфизмом какой бы я ни придумал какой бы я ни придумал дифиаморфизм поверхности когда я закрыл этот оранжевый вот я могу его так произотопировать, чтобы он оранжевый тоже оставлял на месте. Значит, вот это вот эпиморфизм. И здесь, соответственно, вот я хочу написать это в виде точной последовательности. Вот. Теперь хочется описать ядро этой в виде фиоморфизма. Вот. А я утверждаю, что вот здесь есть вот такой вот гомоморфизм. Давайте рассмотрим фундаментальную группу поверхности S, вот той, у которой меньше количество проколов. А в качестве отмеченной точки я возьму вот этот прокол, который на S лежит. Да, вот теперь, пардон, когда я говорю про фундаментальную группу, естественно, это уже проколы, а не нарисованные точки. Здесь есть разница, и мы считаем их именно проколами. Вот. Значит, а в качестве отмеченной точки я возьму вот этот вот дополнительный прокол, который на S проколом не является. Он является проколом на Q. Поэтому это корректно определенная группа. Я утверждаю, что есть вот такой вот гомоморфизм сюда. Давайте построим этот гомоморфизм, а потом убедимся. То есть, утверждение будет про то, что эта последовательность точна, которая написана. И, значит, давайте, чтобы было понятно, к чему мы идем, я сейчас сформулирую теорему, а потом мы построим гомоморфизм ЖИК, потому что пока мы его не построили, теорема немножко бессмысленная. Значит, теорема она говорит следующее, что вот эта последовательность точна всегда. Значит, вот эта последовательность точна всегда. Вот. А если Элеру характеристика поверхности S отрицательна, то то еще и вот этот вот G является вложением. То у нас вот такая вот последовательность точна. То есть, в большинстве случаев, кроме некоторых исключительных маленьких случаев, у нас точна вот такая последовательность. Вот. Вот. Давайте разберемся, как строить как строить гоморфизм ЖИК. Ну, значит, что мы хотим? По элементу фундаментальной группы получить элемент группы классов отображений нашей поверхности Q, поверхности, у которой X тоже является проколом. Так? Вот. Ну, идея такая. Вот я сейчас нарисую петлю какую-то. Так? Значит, идея такая вот. Сначала давайте на пальцах. Вот. Пусть у нас наша поверхность такая вот, представьте, что она такая вот резиновая, которая может деформироваться как угодно, да? Вот мы взялись за X и протащили его вот по этой петле. Ну, а... Да, вот эти проколы, прибиты гвоздями, никуда не деваются. Вот. Мы взяли, протащили, но поверхность как-то деформируется вслед за тем, как мы его тащим. Да? Вот. И вернулись в ту же точку. Что мы в итоге получили? В итоге вот у нас поверхность как-то продеформировалась, у нас получился дефиоморфизм поверхности на себя. Так? Так? Который, ну, те проколы в себя переводят само собой, но еще и этот прокол, оставшийся, тоже переводят в себя. Если бы этот прокол не обязан был в течение изотопии оставаться на месте, то этот дефиоморфизм изотопный тождественному. Ну, потому что вот мы, собственно, и устроим сразу вместе с изотопией. Так? Но эта изотопия не оставляет прокол на месте. Поэтому он здесь может вполне представлять себе нетривиальный элемент. Мы как бы сразу строим G и автоматически доказываем, что сюда она пойдет в ноль. Ну, в единицу. Потому что если мы про этот прокол забудем, то у нас сразу есть изотопия. Вот. Ну, смотрите. Это, конечно, почти правда. Такое определение гомоморфизма G почти правда. На самом деле, здесь нужна аккуратность. Аккуратность в том случае, если... Давайте сначала поймем вот что. Как эту штуку формализовать? Вот такой... Это нам само по себе будет полезно. Как эту штуку формализовать, если... Ну, вот мы как-то это говорим, вот мы тащим, но это все-таки какие-то слова, да? Как этот элемент группы классов отображений указать прям совсем явно в случае, когда у нас петля вот такая вот вложенная, не самопересекающаяся. Вот. Я утверждаю, что указать его очень легко. А именно, смотрите, можно всегда рассмотреть... Можно всегда рассмотреть... У нас петля... Давайте я покрупнее нарисую. Буду сейчас мельчить. Вот. Пусть вот это вот у нас наш прокол, да? Х. И вот какая-нибудь... Да что ж такое-то? Вот такая петля, да? Мы всегда можем... Мы много раз пользуемся тем, что мы на двумерной поверхности. Мы всегда можем отступить чуть-чуть и пройти с одной стороны от петли по окружности. Так. Вот. А можем отступить в другую сторону и пройти с другой стороны от петли по окружности. Теперь вот эти две окружности, голубая и фиолетовая, они являются простыми замкнутыми кривыми уже на Q. И там они являются разными простыми замкнутыми кривыми, вообще говоря. Потому что мы перешли через прокол Х. Так. Теперь смотрите. Что же это за такое преобразование, когда мы взяли вот этот вот X и вот так вот... Мы можем считать, теперь вот если на это посмотреть, можем считать, что наш дефиоморфизм, который мы строим, вне вот этой вот полоски, вне этой полоски, вообще, как сказать, не меняется, да? Ну, когда мы X вот так вот тащим, мы можем считать, что у нас... А, да, да, да. Это отождество. Вне полоски мы просто все прибьем намертво. Вот. И только в этой узкой полоске. Вот мы X. Теперь смотрите. Ну, здесь можно ввести какие? Ввести две координаты. Одна координата как бы... Вот такая, перпендикулярная, чтобы она менялась от минус 1 на фиолетовой до единички на голубой, а на оранжевую была нулем. Так? И давайте ее обозначим, не знаю, там, S, да? А вторая координата вдоль этой штуки, пусть она будет... Тетто и будет там меняться от нуля до единицы. Ну, как бы от нуля до единицы и 0 с единицей снова склеивается, да? Вот. Ну, теперь можно просто, на самом деле, написать все это в координатах. Но, грубо говоря, что я хочу? Я сейчас напишу в координатах. Я только напишу, не заботясь о том, чтобы это был дифиоморфизм. Я напишу гомеоморфизм. А всегда можно сгладить, можно чуть-чуть поаккуратнее написать. Но я не хочу сейчас об этом заботиться. Ну, я хочу тетто сдвинуть. Смотрите, вот те точки, которые на оранжевой, те точки, которые на оранжевой, на средней кривой, я его просто хочу сдвинуть на полный оборот. Да? Ну, те точки, то есть на единицу. Те точки, которые на краю, вообще не сдвинуться. Ну, а дальше мне надо это экстраполировать. Точки, которые где-то посерединке, сдвинутся на часть оборота. Ну, значит, надо написать, что тетто перейдет, ну, тетто s, s вообще останется на месте. То есть, s у каждой точки остается таким же. Да? А тетто, значит, к ней прибавляется что? К ней прибавляется... К ней прибавляется... 1 минус модуль s. Смотрите, если s равно 0, к ней прибавляется 1. Если s равно по модуле единички, к ней ничего не прибавляется. Но посерединке все непрерывно, все это гомеоморфизм. Вот это тот гомеоморфизм, который нам хочется. Так? На самом деле. А теперь я утверждаю, что этот класс... Ну, меня интересует не сам гомеоморфизм, меня интересует класс отображения. То есть, какой он класс представляет в группе классов отображений Q. Я утверждаю, что это очень простой класс отображений. Это надо взять твист Дэна. Давайте вот это вот фиолетово обозначим через А, а голубой обозначим через Б. Вот. Я утверждаю, что это произведение твиста Дэна вдоль А на твист Дэна вдоль Б в минус первой степени. Нам только понять, не наоборот ли. Значит, ну это вопрос о том... Значит, на самом деле есть два соглашения, которые примерно одинаково часто используются. Правые твисты Дэна и левые твисты Дэна. Вот я привык работать с правыми твистами Дэна. То есть, твист Дэна устроен так, что если мы подходим, то мы поворачиваем вправо, проходим по нашей кривой, а потом идем дальше. Вот. Ну, значит, давайте поймем. Вот если я вот такую вот формулу применил какой-то кривой, которая шла себе раньше насквозь. Ну, что с ней произошло? Вот если кривая, так вот как у нас нарисовано, ориентированно, то мы подходим сюда, а дальше мы сдвигаем, проходим сюда, влево ушли, да? Пока мы доходим до середины, то есть у нас вот так вот это устроено, мы движемся сюда и приходим вот сюда вот. А потом идем обратно. Так. И потом спокойно идем дальше. Это значит, что когда мы подошли к А, мы повернули влево, а когда мы подошли к Б, мы повернули вправо. Значит, наш этот вот элемент это ТА в минус 1 на ТБ. То есть вот все очень просто. Вложенная кривая переходит вот в такой вот элемент. Так? Вот. Ну, на самом деле, хорошо бы определить этот гоморфизм для невложенных кривых. Хорошо бы понять, что он не зависит ни от какого произвола выбор. Да? Вот. Ну, значит, в принципе, определить-то вот на самом деле тому, что я вначале сказал, смысл вполне придать можно. Я здесь очень не хочу лезть в детали и все делать совсем аккуратно, потому что замучаюсь. Вот. Но смысл придать вполне можно. На самом деле, можно вот эту точку Х как бы двигать шажками. Каждый шаг короткий и каждый шаг совершенно понятный. Если у нас есть поверхность, то мы можем изменить в маленькой окрестности наш гоморфизм так, чтобы точка Х перешла в соседнюю точку. Так? Вот. Это не проблема. И дальше, если мы это делаем вот так по шагам, то нам все равно, если это кривая самопересекающая, ничего страшного. Мы когда туда придем, мы уже давно, нас не интересует, что там было раньше. Вот. Ну и дальше можно доказать, что это действительно не зависит от кривой. Более-менее это интуитивно понятно, что мы можем эти шаги делать сколь угодно маленькими и дальше гомотопию кривой тоже уважать. Вот. Ну, есть еще один хороший способ это увидеть и заодно доказать вот эту вот точную последовательность. Вот. Но на самом деле, я вот сказал, что мы докажем эту точную последовательность. На самом деле, мы ее не совсем честно докажем. Мы сошлемся на некоторый результат, который сам по себе важный, но который немножко все-таки другой природы, дифференциально-геометрической. И как бы, ну, я не готов его рассказывать в рамках этого курса. Вот. вот такая теорема. Ну, в такой формулировке, в которой, значит, на самом деле, правильнее сказать, наверное, так. Изначально эта теорема была доказана в топологической формулировке, как ни странно. Это Хемстром. 66-й год. Теорема такая, что если мы берем... если у нас S такова, что у нее или архитеристика отрицательна, ну, а нас в основном этот случай интересует, так, то если мы возьмем сохраняющий ориентацию гомеоморфизмы неправильно пишу поверхности S и возьмем у них связанную компоненту вот этой группы, то вот эта группа стягиваем. Вот. Ну и на самом деле в гладкой ситуации аналогичная тоже верна. Я всегда считал вообще, что это результат не знаю, как правильно, Эрла и Илса 69-го года. Оказывается, она вот такой чисто топологической была еще раньше доказана. Ну, то же самое. Если хиатес меньше нуля, то только группа дефиоморфизмов, связанные компоненты группы дефиоморфизмов стягиваем. Вот. Ну, на самом деле здесь как бы утверждение про отрицательную эрлафтиристику существенно абсолютно, потому что, например, если мы возьмем двумерную сферу, это тоже не очевидно, это теорема Смейла, что двумерной сферы группы дефиоморфизмов дефиоморфизмов гомотопические эквивалентны группе ортогональных преобразований, гомотопические эквивалентны О3. Ну, значит, связанные компоненты гомотопические эквиваленты СО3, и это проективное пространство, а не стягиваемость. Если мы возьмем ТОР, то, опять же, можно доказать, что там гомотопический класс, ну, там более-менее интуитивно ответ угадывается, что у нас есть сдвиги вдоль параллели меридиана, сам ТОР на себе действует. Ну, вот на самом деле вся группа дефиоморфизмов, вернее, ее компоненты связанности, на ТОР ретрогируются. Но, опять же, мы получаем не стягиваем. Но вот если у нас эллиористеристика отрицательна, то всегда стягиваем. Вот, и отсюда можно получить эту теорему. Сейчас мы ее получим. Вот. Такое вот наблюдение. Наблюдение такое. Давайте рассмотрим связанную компоненту. Нет, вот я сейчас не хочу связанную компоненту. Я сейчас рассмотрю группу всех сохраняющих ориентацию. Здесь можно писать гомеоморфизм, можно писать дефиоморфизм везде. Доказательства одинаково идут. Сохраняющие ориентацию дефиоморфизма поверхности С. Так? Ну, только тоже тоже я возьму, как это называется, буква П в том же смысле, что они должны каждый из проколов оставлять на месте. И давайте я... Подождите. Ерунду говорю. Я хочу взять... Да. И давайте я рассмотрю вот такое отображение в С. Значит, как оно определяется? Очень просто определяется. Если у меня есть какой-то гомеоморфизм, вот сейчас, мне важно, что это именно топологическая огромная группа гомеоморфизмов, это не групп классов отображений. Вот. Если у меня есть гомеоморфизм фи, то он переходит... Ну, понятно, мы берем его значение вот в этой точке х. фи от фи от фи равна фи от х. Х у нас на С не прокол, так что мы смело можем применять. Вот. Значит, вот такое вот утверждение, что вот это вот отображение является локально-тривиальным расслоением, слоем которым является утверждение, что вот это вот отображение П из сохраняющих ориентацию гомеоморфизмов, ну, П, помню, С в С является локально-тривиальным расслоением со слоем гомеоморфным. Ну, слой угадать легко, легко посмотреть, а что будет над самой точкой х. Над самой точкой х будет стоять группа сохраняющих ориентацию чистых гомеоморфизмов куб. Значит, на самом деле, если внимательно посмотреть, утверждение выглядит как некоторым чудом в каком-то смысле. Сейчас скажу почему. Когда мы имеем дело со всякими конечномерными вещами, действия группы свободные, что-то такое, то мы привыкли, что там полно, везде и всюду локально-тривиальные расслоения встречаются. Когда мы переходим к бесконечномерным, типа пространства петель, и так далее, то вообще-то вся топология нас учит, что не получается у нас там локально-тривиальных расслоений, а получается только расслоения в смысле серы. Но вот здесь, оказывается, тем не менее, казалось бы, мы еще более сложную ситуацию взяли, а здесь именно локально-тривиальное расслоение. У нас в пространстве петель не еще отменяем. Да, да, да. Но именно от того, что здесь не отображение, пространство петель это пространство отображения, это пространство гомеоморфизмов. Это сильно улучшает. Вот. Значит, ну, давайте я сделаю так. Здесь мне просто время немножко уже поджимает, а возиться с деталями мне чуть-чуть неохота. Я сейчас докажу, что оно локально-тривиальное именно в окреслице икса. В окреслице другой точки доказывается точно так же. Вот просто надо чуть-чуть поаккуратнее написать. Так, давайте я сейчас возьму маленькую окрестность у вокруг икса. Вот. И докажу. Значит, маленькая окрестность у, которая будет вокруг икса, мне нужна с таким свойством, что ну, я сейчас сформулирую, каким свойством она должна обладать, и будет совершенно очевидно, что такая окрестность у у нас найдется. Вернее, все очень просто. Нам годится просто любая, любая окрестность, любая дисковая окрестность. Просто взяли окрестность, которая является, ну, мы взяли окрестность замыкания, которая является диском, не задевающим никакой прокол, там и тому подобное. То есть, так хорошо, компактно вложенный диск. Вот. Ну, окрестность, если я там взяли открытую. мне нужно следующее свойство от этой окрестности, что для любой точки у маленькой из у, да, я лучше, 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 я сделаю так. Я возьму, чтобы, по-моему, это не обязательно, но я все-таки лучше возьму две окрестности у в, так что замыкание у в у лежит внутри в, обе они дисковые окрестности, но никто нам не мешает такое выбрать на нашей поверхности, так что значит, что у компактно содержится в, по-моему, это даже не обязательно, можно все с одной у сделать, ну, так немножко красивее. Значит, вот она у, у это в, значит, для любой точки у из нашей окрестности у я хочу, чтобы существовал гомеоморфизм фи у поверхности с на себя со следующими свойствами, по сути, это гомеоморфизм только окрестности в, потому что первое свойство, что фи у тождественен на дополнение к в, так? Второе свойство, можно было смело взять у равное в и не мучиться двумя окрестностями, ну ладно, вот, а второе свойство, что фи у от x равно у, вот, то есть, если у нас есть здесь какая-то точка у маленькая, то я могу сдвинуть x в у с помощью гомеоморфизма, так что снаружи от v все останется на месте, вот, ну и третье свойство, которое я хочу, что фи у непрерывно зависит от точки у, тоже очень естественно, непрерывно зависит от у, ну, я не знаю, простое упражнение, просто написать это явно, что, что, чтобы не доказывать существование, проще написать формулами, написать явно, вот, а мне годится любая, любая такая вот такое семейство гомеоморфизмов. ну, когда у меня есть такое семейство гомеоморфизмов, то я, ну и что, что значит доказать локальную тривиальность? То есть, я хочу взять и построить гомеоморфизм между прямым произведением мы хотим доказать, что надо окрестность у, наше расслоение устроено как у умножить на слой. и я хочу здесь про образ у. Ну, вот утверждение, что это отображение задается просто таким образом. Смотрите, у нас нам дана точка у маленькая из окрестностей у, и нам дан гомеоморфизм ПСИ, который Х составляет на месте, потому что это гомеоморфизм КУ. Ну, а я хочу получить тот, такой гомеоморфизм, который Х переводит в У. Ну, как сделать? Ну, надо взять и взять композицию ФИУ на ПСИ. Значит, упражнение, что это гомеоморфизм. То есть, построить обратное, проверить, что это гомеоморфизм. То есть, вот это я не знаю, как его, пусть такое, я не знаю. Альфа. То есть, упражнение, что альфа гомеоморфизм. Вот. Ну, все, значит, мы построили это локально-тривиальное расслоение, доказали, что на локально-тривиальное. Ну, я обещал, что я аккуратно докажу в окрестности Х, но абсолютно так же доказывается в окрестности любой точки. Ну, а когда мы построили локально-тривиальное расслоение, естественно, следующий шаг это взять и написать в него гомотопическую точную последовательность. гомотопическую точную последовательность все устроено так. Здесь нужен самый хвост этой гомотопической точной последовательности. Значит, я вот пишу конец этой гомотопической точной последовательности, гомотопическая группа тотального пространства, первая, идет в гомотопическую группу базы. На самом деле, так как у нас тотальное пространство и слой являются группами, то дальше можно продолжить эту последовательность и написать П0. И это идет в П0 от в П0 от так, подождите, в П0 от слоя, так, в П0 от базы, вот. Ну, а дальше на самом деле тривиально, потому что этот гомеоморфизм мы уже изучили, мы уже объяснили, почему он тривиальный. Потому что это не что иное, как чистая группа отображений Q, а это чистая группа отображений S. Ну, и если внимательно посмотреть, для групп гомеоморфизмов вложение слоя было чем? Вложение слоя было просто забыванием про наш прокол X. Ну, и для групп классов отображений мы получаем тот же сам. Вот. Ну, теперь видно, что, во-первых, значит, на самом деле, на самом деле, вот этот гомеоморфизм правильно так и определять. И, если мы посмотрим, а как в точной гомотопической последовательности определялась определялась вот этот гомоморфизм, то это связывающий гомоморфизм D со звездочкой. И он определяется именно так. Надо пройти вдоль петли и протянуть вдоль нее. Отсюда сразу понятно, что это гомоморфизм, потому что, на самом деле, пока я объяснял, как тянуть вдоль петли, но не очень объяснял, а почему, собственно, это гомоморфизм. Вот. И отсюда понятно, что он корректно определен. И отсюда понятно, что последовательность точная. А вот в самой левой последовательность будет точной, если мы знаем, что вот это единичка. А что это единичка мы знаем, вот, когда у нас филер-экстерристика отрицательная. Вот. Значит, отлично. Что у нас получилось? Получилось, что мы доказали точную последовательность Бирман. Единственное, тут надо всегда быть очень аккуратными. Вот с каким делом. Вот с каким делом. Если внимательно посмотреть, если внимательно посмотреть вот на этот гомоморфизм из фундаментальной группы, группы классов отображений, и если вот определять его так, как я сказал, что мы берем и вдоль петли альфа протягиваем, то несложно проверить, что гомоморфизм он не будет. Причина такая, когда мы традиционно, когда в фундаментальной группе пишется умножение, то альфа, бета, это сначала прошли по петле альфа, а потом по петле бета. Когда мы в группе классов отображений пишем умножение, то композиция в другую сторону записывается. поэтому правильное определение гомоморфизма жи надо пройти вот это вот протянуть по альфа в минус первой, и вот тогда он будет гомоморфизм. Но это ничего не меняет, но просто полезно иметь в виду, когда пишутся конкретные формулы. Ну и здесь, соответственно, будет не та в минус первой на тб, а та на тб в минус первой. Вот. А теперь смотрите, я понимаю, что мне пора заканчивать, прошу прощения. Вот. Значит, смотрите, я утверждаю, что вот первую половину индукционного перехода мы на самом деле уже готовы сделать. Первая половина индукционного перехода. То есть, давайте это вот здесь напишу, у нас, я сейчас доказываю такую импликацию из того, что мы знаем теорему 1, теорема 1, из которой про замкнутые поверхности. Теорема 1 для g я утверждаю, что она влечет теорему 2 для поверхности с проколами для любого пары gn. Ну, я вот это хочу сейчас доказать. Тут индукцию по роду я сегодня рассказывать не буду. Это нужно другим способом делать. Вот. Ну, а более точно, на самом деле, я вот что хочу доказать. Я хочу, конечно, доказать, что теорема 2 для пары gn, gn может быть нулевым, влечет теорему 2 для gn плюс 1. Так? То есть, что по индукции, вот у нас опять наша ситуация s и q, у q на 1 прокол больше, значит, по предположению индукции, индукции, если я беру чистую группу классов отображений поверхности s, у которой прокол меньше, то она порождается скручиванием dn вдоль несепарирующих кривых. Так? Значит, порождается скручиванием dn вдоль несепарирующих кривых. Отлично. Значит, давайте я напомню, а мы хотим доказать прокол. Я напомню, что у нас независимо от того, какая у нас там эллиру актеристика, мне сейчас не нужна будет самый левый кусок точной последовательности, мне нужна будет такая. Вот та часть точной последовательности, которую мы знаем всегда. Так? Значит, смотрите, какой бы я не взял элемент, я хочу доказать, что у нас вот эта вот группа порождается, чистая группа классов отображения q порождается скручиванием d вдоль несепарирующих кривых. Так? Беру здесь произвольный элемент h. Значит, я... Давайте вот это робует, гамма-морфизм ограничения. Я тогда рассматриваю ро от h здесь. Но ро от h является, могу написать, как произведение скручивания дэна вдоль несепарирующих кривых. Там t гамма-1 вэпсилон-1, t гамма-q вэпсилон-q скручивания дэна вдоль несепарирующих кривых. Вот. Ну, теперь смотрите, кривые гамма-1, гамма-q, конечно, могут проходить вот через этот дополнительный прокол x, но мы их легко оттуда сбросим, сдвинем. То есть, можем считать, что можем считать, что гамма-ит и не проходят через x. Давайте я тогда вот такое же выражение напишу здесь и обознаю, что это h' это будет это только видимость, что я написал то же самое выражение, я беру скручивание вдоль тех же кривых, но в другой группе, на другой поверхности. Вопрос, получу ли я обязательно h? Ответ, вообще говоря, нет. Я только знаю, что эти два элемента в этой группе одинаковы. Так? Ну, раз я знаю, что они в этой группе одинаковы, значит, я знаю, что h минус 1 на ну, h лучше h на h' минус 1, да, принадлежит ядру ρ, а значит, принадлежит образу g. Вот. А значит, не осталось доказать, что скручениями d'a вдоль несепарирующих кривых порождается образ g. Так? Но теперь простое на полезное замечание. Простое на полезное замечание, что фундаментальная группа поверхности порождается проходом по петле, по петлям, которые являются a. Не самопересекающими, то есть простыми, и не сепарирующими. Значит, i1 от s x порождается простыми, не самопересекающимися петлями. Не самопересекающимися петлями. Вот. Ну, а теперь осталось посмотреть вот на этот рисунок. Здесь написано как бы решение, что g для любой простой, не самопересекающейся петли переходит в произведение скручивания дэна на обратное скручивание дэна, и эти кривые тоже будут простые, не самопересекающиеся. Вот. На самом деле, на самом деле, полезно отметить, полезно отметить, что на самом деле теорема 1 и 2 надо бы немножко все прям последнее, что я хочу сказать. Значит, теорема 2 штрих, на самом деле, мы доказали чуть больше, чем хотели. Ну, мы вообще еще до конца не доказали, потому что мы по роду не сделали переход. Но на самом деле, теорема 2 штрих, что на самом деле группа такая вот такая вот чистая группа классов отображений порождается, мы еще автоматически конечнопорожденность понимаем, то есть она порождается конечным числом скручивания вдоль несепарирующих кривых. Она порождается скручиванием, значит, конечным числом скручиваний вдоль несепарирующих кривых. Несепарирующих кривых. Ну, тенденционный переход работает. Если мы про S знаем, что на этой S можно нарисовать конечное число кривых и любой элемент записать как произведение скручиваний вдоль этих кривых, то, ну, здесь мы получаем их же, эти же кривые в Q, так? А здесь добавляется еще по две кривые на каждую порождающую фундаментальной группы. То есть, в общем-то, можно даже там несложную оценочку сделать. У нас получается я не хочу делать несложную оценочку, потому что пока мы не сделали переход по роду, у нас ничего не получится, потому что надо сделать переход по роду, а потом посмотреть, какая там оценка. получается на плохая оценка получается все вместе. Вот, то есть, результат на самый-самый-самый лучший, что можно взять 2G плюс 1 скручение конкретных кривых очень удобных. Вот, ну, все, на сегодня тогда хватит.